и от всей души приветствую вас на канале строю дом своими руками друзья за это недолгое время которое прошло с момента прикручивания моего первого бруска и до сегодняшнего дня когда мы уже утепляем все техна блоком и обшиваем osp3 прошло всего лишь около двух месяцев все видео по этой теме я сложил в плейлисте который называется утепление фасада что такое сегодня я еще раз расскажу и наглядно покажу вам как делать правильную подготовку будущей облицовки фасада обещаю что это одно из последних видео по этой тематике и в ближайшее время совсем скоро мы начнем с вами уже зашивать наш фасад там есть несколько вопросов которые я сегодня планирую решить с помощью эксперта который приедет ко мне на стройку и первое с чего мы начнем подготовку стены это к пропениванию всех щелок вы писали в комментариях что их надо сначала заштукатурить друзья у меня есть вариант проще я их запениваю это равнозначно штукатурки но имеет большой плюс еще и теплозащита я изначально так и планировал запенивание всех щелей мы завершили следующий этап это уже укладка минеральной ваты я буду снимать для вас ролик с фасада из веранды поочередно чтобы убить двух зайцев сразу если говорить о важных моментах при утеплении стены то есть вкладывание минеральной ваты то на мой взгляд это очень важно чтобы вата максимально плотно прилегала со всех сторон деревянной обрешетки казалось бы тут невозможно совершить ошибку если сделал ровно по шаблону раскладку обрешетки но не так все просто когда подрезаешь край порой бывает ножиком где-то совершаешь ошибки вот в этих моментах надо быть предельно внимательным важная тема которую я должен обязательно вам сказать потому что уже несколько наших зрителей даже и воспользовались и она им очень помогла и мне это приятно компания техно николь дарит 15 процентную скидку на весь 2021 года 31 декабря по моему личному промо-коду строю дом 2021 в этой акции принимает участие рок-лайт техно блок это мои любимые утеплители перейдите сейчас в описании там весь список продукции на которую есть скидка волей и судей так получилось но мне это очень понравилось перекрестное такое расположение получилось за счет того что у меня там есть консоли а здесь на веранде их нет получается намного крепче чем тот который был до него где состыковка идет горизонтальная здесь я закручиваю их в свои бруски а потом еще фиксирую оба бруска одним саморезом в конце этого ролика я покажу вам будущий фасад я его заберу сегодня со склада примерим его посмотрим эксперт который приедет сегодня покажет на возможные огрехи которые я допустил строительстве исправит те которые еще можно исправить если они есть ну и я надеюсь этот видос будет для вас полезным поэтому пожалуйста не переключайтесь смотрите до конца и если не сложно поставьте лайк и отправьте это видео своим друзьям это будет очень полезно для нашего канала для меня для развития нашей стройки и а и 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 прилетел интересный комментарий что так это же двухсторонний скотч все так и есть на самом деле вы совершенно правы только я бы сказал что этот двухсторонний скотч очень хорошего качества таких я реально не встречал он создает герметичное соединение полотен пароизоляции фасадных и подкровельных мембран крепления краев пленки к различным основанием из однородных гладких материалов металл пластик стекло и тому подобное кстати друзья еще есть один момент где жаба все таки меня переосилила компания техно николь также выпускает скотч такой широкий и стоит очень дорого реально там по 1000 рублей за один рулон я решил сэкономить и купил себе для пленок на втором этаже пароизоляция армированный скотч тоже не дешевый но в конечном итоге все равно везде все отвалилось то есть прям бахромой идет приходилось и степлером пристреливать а взял бы один раз скотч и проблем бы у меня не было есть такая поговорка которой я стал с какого-то времени недавнего следовать и звучит она примерно так я не настолько богат чтобы платить дважды и выбор делать вам я лишь могу только посоветовать то что реально попробовал сам на этом объекте для гидроветрозащиты как и во всех прошлых наших ситуациях мы будем использовать гидроветрозащиту альфа вен 110 это диффузионная мембрана призвана защищать наши стены от любых критических погодных условий но при всем этом она отлично пропуская через себя пар то что нам и нужно вы знаете когда ты проходишь уже около 200 квадратных метров утепления стены начинает появляться какая-то уже систематика и понимание того что в этом ты имеешь какой-то опыт так вот всегда у меня в этой работе какая-то финишная черта именно укладка ветрогидрозащиты как только я ее пристрелял дальше я уже расслабляюсь и понимаю что дальнейшая работа для меня уже в радость начинаем крепить osp3 почему я уточняю про osp3 потому что она влагостойкая так как комментариях мне очень часто писали про бесполезность этой работы другим языком то что я установил на стены скоро у меня просто расслоится и всегда на это у меня есть простой ответ вот этот домик соседа сделан из я не буду говорить фирму но не лучшего варианта оиспешки самый дешевый вариант и уже семь лет он у него стоит и никаких расслоений это даже не влагостойкая osp но это яркий пример того что эксперты на нашем канале порой бывает тоже ошибаются друзья для того чтобы закончить эту стену осталось всего лишь каких-то там два листочка мелочи ну и конечно же хочется показать что у нас в принципе уже получилось где-то вы уже наверное мельком это все увидели но тем не менее вот так это выглядит здесь второй этаж я сделаю через несколько минут возможно даже это попадет в этот ролик и хочу показать этот фасад тут у нас вся земля провалилась это газ который скоро сделает нам тепло в нашем доме и вот так выглядит фасад очень очень даже неплохо и останется всего лишь нам закрыть вот эти четыре глухие стены ну тут уже совсем проблем никаких наконец-то ко мне приехал фасадный материал и что самое классное ребята из компании техно николь организуют здесь какой-то семинар и я уговорил их подъехать ко мне показать пару моментов ну и такой шеф-монтаж 15 минутный провести для вас для меня ну а дальше мы с вами уже будем его монтировать я буду рассказывать показывать и так далее вот ребята уже там он готовит материал сейчас подъезжает ручка я его забираю еще один такой лайфхак не знаю я сначала заказал логистику в этом магазине она мне вышла 3 650 вести очень недалеко но 3 650 я позвонил в город цена меня приятно удивила единственное что пришлось приехать пораньше чтобы здесь все скоординировать и мы минимально потеряли время на погрузку сейчас конечно же станет ясно все когда он приедет насколько это будет долго грузить но час полторы тысячи за кран ручку воровайку или 3 650 за доставку ну очень имеет большую разницу и вообще хотел сначала возить все это делал на прицепе но потом что-то поленился думаю больше машину убью 220 квадрат да получается три поддона в каждом поддоне по 100 квадрат это 300 до 8 пачек по 2 с половиной квадрата мне сейчас звонили гости уже на подходе жду их с минуту на минуту а вот они они и едут так у вас семинары сегодня сегодня нет почему не форме сегодня по гражданочке ясно машину я так понял перегружена привет так артём готов выслушать все свои косяки целом я как раз больше про позитивно хочу сказать очень правильно сделал заставил зазоры одну из очень правильных вещей ты сделал что сделал г-образные запилы на углах окон но это после того мы поговорили с тобой в том-то окне я сделал ошибку на этом фасаде все элементы выполнены правильно также не немаловажно вен зазор у тебя брус 50 на 50 идет хороший вен зазор то есть допускается и 30 вот это правильно когда стыкнулся 4 м2 а вот это неправильно это неправильно т-образные стыки допускаются крестообразные стыками т-образные то вот этот вот этот сделан правильно а здесь ошибки чем они чреваты мне важно всегда что я в конце получу неправильно если вот так сделал здесь получается место повышенная точка концентрации напряжения ну и соответственно здесь уже фасадные материалы плиты вот основа да они уже не так могут выполнить роль именно механической устойчивости если подвижка фасада какая-то произойдет это место будет первое потенциальное место где может случиться один возьмем или еще ну давай возьмем 2 здесь влажность а здесь сухо да да даже здесь потому что он при производстве используется освобождение воду здесь есть такая вероятность того что влага не вся испарилась так я я просто снимаю у меня одна рука занята советуете использовать какие-то дополнительные приспособления для монтажа или лучше второй человек и все есть прищепки я видел специальные прищепки да я тоже видел это все на просторах нашего необъятного интернета есть нового прищепки есть такое негативный момент что все таки идет прижать и самой прищепкой прижатия материал и если например у нас вышло яркое солнышко и материал довольно таки хорошо нагрелся мы этой прищепка можно просто ну повредить год ясно то есть у при пережать его довольно сильно потому что там прищепки используются такие ну да я видел тебя канцелярский вот у нас сейчас разработки держатели специальные которые вставляются между гантом из пластика изготовлены и они помогают удерживать как раз это вот вертикальная часть понятно ну пока ясно по укреплением гвоздей у тебя здесь место довольно таки подветренная здесь же да да здесь я рекомендую классическим методом идти это 8 гвоздей то есть по два гвоздя на лепесток гвоздь пробивается вот в эти места ну под наклейку забьешь его ниже то его будет видно он не перекроет забьешь выше то он соответственно поездка и вызов между окончанием радиуса и клеевой полосочкой 1 2 ну и соответственно 3 4 еще если выше забить то соответственно он не помог может не попасть следующего он забиваем вот сюда то он попадает точно следующий кант если мы забиваем вот сюда то скорее всего уже не попадает и у тебя будет как шторы на низ печется просто я понял то есть да бой фиксирует два ганта обязательно снимаем клеевую полосу съемную силиконизированную пленочку и еще пять пачек надо перемешать это все потом на видео будет то есть как перехлёстом каким-то или перехлёстом ты между как обычную вкладку было бы совсем идеально не критично ошибка это не критично ошибка это я просто интуитивно подумал что у меня хауберг подойдет до этого угла там до этого и здесь уголком 5 на 5 закроется и как раз позволяет такие неровности скрыть потому что у него есть алюма цинку который 5 на 5 он закроет а если но говорить про правильный за там выполнение монтажа конечно делать косичкой но сначала перехлёст идет осп один на другой так потом вот так тем образом выстраивать угол это такое небольшое но это очень для идеальности ну может к этому стремимся но у меня еще та сторона вся следите за тем чтобы не было четырех углов в стыке это самое важное ну и где можно каким-то образом перехлёст и сделать это нужно делать потому что все-таки это дерево подвижки она она имеет как правильно эстетично и лучше всего его крепить в угол ну или на угол смотри тут на самом деле вариантов несколько один из вариантов это механический крепеж то есть когда хауберг уже смонтирован он не доходит до угла пол сантиметра сантиметр до прижимается уголок и механическим путем крепится на саморез какой саморез все зависит от эстетичности то есть можно взять саморез с пресс-шайбой например в цвет например сюда какой-нибудь коричневый он не будет прям точно в том но по крайней мере он будет коричневый из большого расстояния принципе будет ну не так заметно скажем так если мы хотим добиться полной эстетики то мы можем взять несколько обрезков хауберг например потереть друг от друга таким образом добудем на крошку куда базальт базальтовый гранулят затем можно это базальтовый гранулят просто приклеить потом на шапочку самореза все ясно такая немножко кропотливая работа так или иначе будет механический крепеж полностью невидимый и по сути здесь уже саморезы любые подойдут которые принципе будут доступны почему любые потому что все равно они замаскируются то есть нам по сути не имеет значения что делать второй способ это применить клей п.у. клей полиуретановый бесцветный соответственно наносится на наружной части затем прижали и спозиционировали если нужно будет куда-то подвижки какие-то дела то не отрывая уголка сделать подвижки лежать недолго то есть он прижимается он довольно быстро загустел и таким образом у нас получается полностью целое покрытие и маскировать по сути ну клей мне лучше всего нравится на самом деле вариант да то есть здесь уже тоже выбирай как тебе удобно он идет нахлёстом или они просто стыкуются аккуратно друг другу так же как и уголки мне вот вопрос здесь нужно 5 сантиметров а то сделать заход друг на друга делают нахлёст да и более того что здесь можно говорить посыпку для того чтобы она была то есть просто царапывается еще да и заводишь друг друга до подручными средствами которые есть болгарку мы не используем дать не получится либо либо наш либо четко металлическая ну так далее то есть нужно таким образом эту часть и завести до и соответственно завести а по уголкам то же самое а то есть не просто стыковать вот так аккуратненько если будет просто стык то соответственно здесь будет возможность специально потенциальных протечек также и если уголка стыковать ну ну тоже может подтекать поэтому здесь конечно нужно обеспечивает нахлёст 5 сантиметров то есть Длина 125, 5 сантиметров они перехлёстываются, метр двадцать чистыми. Всё, понял, понял. Я сейчас уровень стреляю по всему дому, да? И у меня получается из-за этой консоли у меня веранда. Видишь, я там оставил 5 сантиметров, но веранда, скорее всего, будет ещё утепляться и заливаться бетон. И в дальнейшем это всё закроется, вентфасад. Могу ли я потом в каждом пролёте просто поставить вент какой-нибудь проход? Да, 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 да. Да, конечно. Просто в каждый этот сектор поставить там, то у меня нормально же всё выходит. Да, да, да. Ну, важно тут опять же объём проходящего воздуха рассчитать. То есть, если ты, например, поставишь на вот такой большой пролёт, в маленькую совсем решёточку, то её будет не хватать. Понял. То есть, здесь примерно, чтобы сопоставимое проходное сечение было. Благодарю за небольшой шеф-монтаж, да, можно сказать, ну, объяснение. Мастер-класс. Мастер-класс. Шеф-монтаж без шеф-монтажа, да? Шеф-монтаж без шефа. Хорошо, мастер-класс, да. На руках. Надеюсь, мы ещё встретимся на нашем объекте. Вообще, будете в биске, заезжайте. Я думаю, этот процесс у нас ещё надолго, поэтому не раз встретимся. Это же заколотить не так быстро, да, если я буду делать это молотком без нейлера. Ну, скажем так, с нейлером будет быстрее. Если в среднем, сколько человек с молотком может за день сделать? Квадратов по 10, один человек может заколачивать в день спокойно. Это мой друг, ну, по себе. Молотком, не нейлером. Молотком он сделал, да. Он делал молотком, он потом делал нейлером. Кстати, на прокат нейлер очень недорого стоит. Гвозди дорогие. Ну, вот, гвозди дорогие. Вот, а так он взял потом на прокат нейлер. У него получилось в два раза быстрее, если не больше, чем в два раза. Ну, у него уже и рука была набита. Здесь, на самом деле, ты будешь много времени не терять, когда ты только будешь начинать. Ну, как я сейчас беру его, и мне так страшно. Он такой, руки аккуратно открываешь. Да, да, да. Вот, а потом у тебя уже все пойдет. То есть, ты, ну, приспособишься, вот, либо, там, держателем каким-то, либо сдвигом. Очень быстро приспособишься, и потом... Поэтому месяц-два максимум. Никаких декабрей. Ну, постараемся. А если взять нейлер, будет быстрее. Ну, нейлер я в конце попробую им. Ну, я возьму его. Сейчас сначала на гвоздях, а потом в конце, да. Хорошему не надо себя приучать. Я как раз об этом. Ладно, спасибо большое. Счастливо. Счастливо. Так, ну, мы немножко задержались, даже стало холодать. Я очень много подчеркнул себе полезного. К сожалению, у меня в определенный момент села батарейка, и я не все успел зафиксировать. То, что сказал мне Артем. И что подсказала мне Галина, но полезного очень много. И вы уже увидели, да, как выглядеть будет наш материал в дальнейшем. Ну, я думаю, вам тоже интересно. И я надеюсь, что в следующем видео мы уже с вами займемся отделкой нашего фасада. Все, до скорых встреч. Пока. Пока.